Здравствуйте дорогие друзья! Очередной обзор проекта Научи Хорошему посвящен юмористическому шоу Comedy Club. Обзор сделан с позиции традиционных семейных ценностей. Шоу Comedy Club можно назвать визитной карточкой ТНТ, так как именно оно принесло телеканалу популярность в первую очередь среди молодежи. Формат передачи сделан по западным лекалам и представляет из себя серию выступлений юмористов по различным темам. Хотя темы на самом деле одни и те же. Если коротко обобщить 90% всех выпусков за 10 лет, то получится примерно следующее. Ты куришь? Это нормально, сынок. Все курят. Я курил, твоя мать курит. Все курят. Все нормально. Ты знаешь, я даже когда тебя зачинал курил. Ты пьешь? Это нормально, сынок. Я пью, твоя мать пьешь. Когда родился, я так нажрался. Твоя мать нас обоих вместе с тобой из роддома удаст. В общем, я не только курю и пью. Я веду беспорядочную половую жизнь. Это нормально, сынок. Мы самцы. Ты смеешь женщинами, я смею женщинами. Знаешь, как я с твоей матерью познакомился? Шоу я от одной тёлки пьяный в говно. Охотит меня, твоя мать, говорит. Опа! Загурить не найдётся. Я присмотрелся, это твоя будущая мать. Я веду беспорядочную половую жизнь не только с женщинами. Более того, я сплю с твоим другом Иваном Петровичем Звякиным. Это нормально. Он хороший человек, плохому не научен. Я помню, по молодости сам на него засматривался. Большинство выпусков Comedy Club сопровождаются отборным матом, хамским отношением к гостям и уничижительными высказываниями о женщинах, которых в большинстве случаев выставляют либо проститутками, либо просто ограниченными и глупыми. Но есть в этом мире хорошие девчонки, есть. Которые вот общаются со всякими богатыми олигархами, короче. Тусуются с ними, но не спят с ними. Потому что им прикольнее чпокаться с незлобом. Таких тёлочек я называю Робин Гуд с сиськами. Отметим сразу, что речь идёт о пошлом и туалетном юморе, а отнюдь не о сатире. Которая подразумевает отрицательное отношение к демонстрируемому объекту и одновременно наличие положительного идеала, на фоне которого выявляются негативные черты изображаемого. В нашем случае у подавляющего большинства резидентов идеалов нет вовсе, а есть циничное желание высмеять всё и вся. Мы, может, вас разочаруем? Россия? Женщина с хуем. Секс был. Советский секс под одеялом. Вид сверху. Служу Советскому Союзу. РУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Эх, русский медведь! Сегодня может петь гимн на Параде Победы и чествовать ветеранов, а завтра будет отрабатывать другую модель поведения, доказывая, что целомудрие, честь, совесть и любовь к родине устаревшие понятия. А настоящий мужик это тот, кто круглые сутки ищет с кем бы переспать. Я вышел на эту сцену не случайно, я вышел на эту сцену признаться. Мы, мужчины, хотим перечпокать всех телочек в мире. Сдал свою берлогу, за 1000 евро уеду в Бангкок. Мне надоело сосать свой лап. Там за эти деньги лапу будут сосать мне. Инструментом деформирования сознания зрителей служит примитивный и плоский юмор, с помощью которого происходит разрушение нравственных идеалов и внедрение пороков в общество. А смеянное зло или проблема зачастую перестают восприниматься зрителям как социально опасное явление. У нас не пить это синоним слову не жить вообще. Прийти на вечеринку в клуб и сказать я не пью. Слушай, не поймут тебя люди, скажешь, что? Это все равно, что прийти на вечеринку и сказать у меня нет члена. Нельзя, нельзя, нельзя обвинять русских в пьянстве вообще. Как вообще можно бросить пить в России, а? Чтобы у нас все было и чтобы нам за это ничего не было. Как за это можно не выпить? Это вообще национальная идея России. Весьма показательно, что участников этого шоу называют резидентами. Как разъясняет нам словарь Ожегова, одно из первых определений этого термина, человек, который является представителем колониальной державы в протекторате. Именно такую роль выполняют эти в большинстве своем весьма талантливые и творческие ребята, хотя многие из них какое-то время могут даже не осознавать, с какими целями их используют. Сейчас опять все скажут, вот вышел Незлоп, так здорово в Сочи, и начал пропагандировать опять алкоголь. Ничего я не хочу пропагандировать. Все, что я долгие годы говорю с этой сцены, это все идет от чистого сердца. Вот отсюда, от сердечка, туда к вам. Управление подобными процессами происходит не директивно-адресным методом, а беструктурным способом. Это значит, что резидентам Камеди Клаба действительно не приказывают пропагандировать кошлости наркотики. Просто их отобрали и продвинули с учетом того, что по уровню личностного развития ничего другого донести до аудитории они не могут. Я думал, о чем я могу рассказать вам, вот таким вот красивым, взрослым и опытным людям. Я подумал, что я могу рассказать про секс. Конечно, за 10 лет трансляции Камеди Клаба кто-то из старых резидентов изменился и пытается говорить о серьезных вещах. Но большинство так и остались на уровне инстинктов. В этом направлении, к сожалению, происходит и обновление состава. По сути, разросшийся проект Камеди Клаб с филиалами по всей России – это один большой фильтр, задача которого на протяжении 10 лет остается одной и той же – выискивать в обществе самых талантливых и безнравственных ребят, после чего продвигать их наверх и использовать для деградации и растления зрителей. Продолжение следует... Подписывайтесь на наш канал YouTube, ставьте отметки «Мне нравится», комментируйте видеообзоры и присоединяйтесь к проекту «Научи хорошему». До новых встреч!